При поддержке Министерства науки высшего образования России в ноябре-декабре в Казанском университете реализуется программа «Инновационные подходы к формированию системы непрерывного обновления профессиональных компетенций граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков». Федеральный университет второй год подряд вошел в число вузов, университетов, получателей субсидий на реализацию программ дополнительного профессионального образования. Мы рассматриваем дополнительное профессиональное образование как очень важную функцию. Мы понимаем, что преподаватель — это как раз тот человек, который должен совершенствовать свои компетенции, свои умения на протяжении всей своей профессиональной карьеры. И мы надеемся, что как раз вот эти желающие развиваться, они приедут в университет и пройдут повышение квалификации на базе тех курсов, которые мы им предлагаем. И мы надеемся, что как раз вот эти желающие развиваться, они приедут в университет и пройдут повышение квалификации на базе тех курсов, которые мы им предлагаем. Проект был разделен на три основные программы. Первая — методика создания интеграционных платформ как инструмент поддержки непрерывного профессионального образования. Вторая — разработка методики построения индивидуальных образовательных маршрутов. И особенно актуальная программа во время пандемии — формирование инновационных подходов к реализации программ дополнительного профессионального образования с использованием инструментов онлайн и оффлайн образования. С программами слушатели ознакомливаются в режиме онлайн. Суть в том, что весь учебный материал был расположен на дистанционной платформе КФУ Казанского федерального университета. И наша задача была не только слушателя, преподавателя оставить один на один с учебным материалом. Мы хотели показать именно тот момент, как можно, обучаясь, уже используя все возможные цифровые ресурсы для организации учебного процесса. Реализация проекта предполагает обучение на безвозмездной основе 3100 научно-педагогических работников вузов страны, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. Нам удалось в условиях взаимодействия с нашими коллегами из Института вычислительной математики и информационных технологий, Института психологии и образования Казанского федерального университета и, естественно, наших коллег за короткое время разработать вот эти сложные программы. И как бы уже с колес мы начали обучать вот наших коллег из этих почти 200 учебных заведений Российской Федерации. Сотрудники вузов также в режиме обратной связи задают кураторам курсов интересующих вопроса. Именно в прямой связи мы попытались именно в некотором смысле компенсировать тот недостаток очного общения. Потому что для профессионала очное общение и для любого преподавателя и обучающегося очное общение очень значимо. И мы попытались его таким образом решить. И думаем, нам это удалось. Статус Казанского федерального университета привлекает слушателей и набор на программы закрывается уже в первую неделю. Кристина Надышина, Леонард Авлетьяров, Универньюз.